Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Нападение в Испании и Финляндии. Кто совершил кровавые атаки? Пламенный лес. Площадь пожара в Николаевской области достигла 50 гектаров. Возраст не помеха. Бриджит Макрон рассказала о жизни в новом статусе. Нападение в городе Турку. Финская полиция квалифицировала как теракт. Вчера 18-летний выходец из Марокко с ножом атаковал прохожих прямо на улице. Двое погибли, 8 человек были ранены. Злоумышленник арестован. Накануне полиция не рассматривала нападение как теракт, но в ходе расследования выяснили, что он якобы планировал убийство не один. По этому делу задержаны еще четверо марокканцев. И еще одного объявили в международный розыск. МИД призывает украинцев, которые находятся в Испании, или только планируют туда отправиться, быть осторожными и бдительными, особенно в оживленных местах. Всегда иметь при себе паспорт и в случае проблем обращаться в дипломатическое представительство Украины в Испании. Тем временем в Мадриде заявляют, что террористическая сеть, причастная к атакам в Каталонии, обезврежена. Но каталонские власти призывают не делать поспешных выводов. Расследование продолжается, еще рано подводить итоги. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. На центральной улице Барселоны рамбла, свечи, цветы, мягкие игрушки и, как всегда, много людей. Горожане не скрывают, они пришли на место трагедии специально, чтобы показать себе и миру. Испания не испугалась. Я думаю, наша обязанность вернуть жизнь на улице города. Барселона – международный мегаполис и должен таким оставаться. Страху здесь нет места. Успокоить испанцев пытается и полиция. Силовики уже заявили, террористическая ячейка, ответственная за атаки в Каталонии, обезврежена. Впрочем, один из подозреваемых до сих пор в бегах. По всей Испании и соседним странам разыскивают марокканца Юныса Абу Якуба. Не исключено, что именно он сидел за рулем фургона, который давил людей на улице Рамбла. После терактов в Испании европейцы снова задались вопросом, а возможно ли в принципе предотвратить подобные атаки. Например, сделать оживленные бульвары только пешеходными. Или оградить тротуары барьерами и бетонными блоками так, чтобы машины не смогли на них выехать. И все эксперты по безопасности сошлись во мнении, можно лишь уменьшить риск. Но вот обеспечить полную, стопроцентную безопасность невозможно. Уровень террористической угрозы в Испании остается на отметке 4. До максимального 5-го его решили не повышать. Но меры безопасности усилили. Мы повышаем меры безопасности во всех местах большого скопления людей. Особое внимание уделим туристическим районам. Тем временем в больницах Барселоны до сих пор находятся десятки пострадавших в результате терактов. Сегодня их проведали члены королевской семьи. В российском Сургуте мужчина с ножом напал на прохожих. Ранено 7 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленника ликвидировала полиция. На нем оказался муляж пояса смертника. Ближе к вечеру мировые СМИ со ссылкой на агентство АМАК, связанное с жакодистами, сообщили о том, что ответственность за произошедшее взяло на себя исламское государство. В Николаевской области пылает 50 гектаров леса. Как сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул сегодня около полудня возле села Новопетровка Новоодесского района. Бороться с огнем спасателям мешает сильный ветер, который раздувает пламя на десятки метров. Из-за этого лес горит отдельными участками. Для борьбы с огнем задействовали свыше 70 человек и 20 единиц техники. Спасатели предупреждают, что в Украине до 21 августа сохранится пожароопасная ситуация и просят граждан быть максимально осторожными с огнем. Полыхают пожары и в Днепропетровской области. Огонь охватил десятки гектаров. Горят склады и лес. Самый крупный очаг недалеко от села Дмитровка. Там с пожаром борются уже вторые сутки. Все подробности расскажет Елена Миндалюк. Хвойный лес загорелся, как спичка. Из-за ветра в считанные часы пламя охватило почти 50 гектаров леса. Пожарные машины не успевали потушить одно возгорание, как возникало другое. Пришлось привлечь авиацию. Два самолета сбросили 16 тонн воды. Пожар возник недалеко от села Дмитровка Петропавловского района. Это самый масштабный пожар за лето, утверждает спасатель. К его ликвидации привлекли свыше полторы сотни человек и почти 40 единиц техники. Победить огонь удалось лишь на вторые сутки. Но к этому времени огонь уничтожил больше половины Петропавловского лесничества. Специалисты уже установили причину. За поджог задержали 66-летнюю жительницу села Дмитровка. Валентина Андреевна жгла возле своего двора Сараняке. Поднялся ветер и пламя перебросилось на сарай. Еще один масштабный пожар произошел в окрестностях города Днепра. В поселке Мирный загорелись склады на предприятии по переработке мусора. Справиться с огнем спасатели не могли несколько дней. Говорят, если в первый день горела бумага и целлофан, то на следующий уже пылал пластик. В результате огнем было охвачено три ангара. В них находились баллоны с пропаном и кислородом, бочки с маслом. Вскоре все стало взрываться. Клубы дыма были видны за несколько десятков километров. В срочном порядке в небо поднялась авиация. Всем внимания! Сброшь воды! Полностью ликвидировать пожар удалось только сегодня утром. Но спасатели предупреждают. Повышенная степень пожароопасности сохраняется. Елена Медалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Опасная находка в столичном гидропарке. СБУ обнаружила тайник с боеприпасами. Десять тротеловых шашек, замаскированных под хозяйственное мыло, а также огромное количество патронов различного калибра. И все это было спрятано возле популярной пешеходной зоны. Сейчас следователи ищут владельцев этого арсенала. Трое военных ранены в зоне АТО. На Донецком направлении, в районе Авдеевки, боевики обстреливали позиции военных из танка, минометов и гранатометов. Неспокойно также в Зайцево, Новолуганском и Песках. В районе Мариуполя горячие точки это Павлополь и Старогнатовка. А на Луганском направлении под вражеским огнем находится Крымская. Германия дополнительно выделит миллион евро для переселенцев Донбасса. Об этом сообщают на сайте немецкого посольства в Украине. Помощь эта предназначена прежде всего для людей с ограниченными возможностями, а также для внутренних переселенцев, которые лишились крыши над головой. В целом за 2017 год Германия выделила Украине 25 миллионов евро в рамках различных программ Организации Объединенных Наций. В столице Германии Берлине сегодня прошел марш, который накануне вызвал широкие дискуссии в обществе. На акцию в память об одном из руководителей Третьего Рейха собрались полтысячи человек. По информации, на данный момент шествие проходит спокойно, несмотря на попытки контр-протестующих заблокировать эту процессию. Некоторые политики требовали запретить проведение акции, но местные власти позволили организаторам собрать людей при условии, что марш этот пройдет без плакатов и без лозунгов. В американском Бостоне усилены меры безопасности. Власти боятся стычек демонстрантов и перекрывают улицы металлическими ограждениями во избежание провокаций. Неделю назад столкновения между ультраправыми и их оппонентами в Шарлоттсвилле закончились трагично. Погибла женщина, и около 20 человек получили ранения. Металлические ограждения, перекрытые дороги и даже перебои с доставкой продуктов и товаров. Все ради безопасности. Бостон в центре повышенного внимания после беспорядков в Шарлоттсвилле, где акции протестов закончились трагично. Власти города не особо обрадовались, когда правые заявили о проведении подобной акции в Бостоне и даже хотели запретить субботнее шествие. Но суд оказался на стороне организаторов. Мы с губернатором очень четко заявили, не хотим, чтобы какие-либо группы людей, разжигающие ненависть, организовывали шествия в нашем городе. Мы не потерпим никакого подстрекательства к насилию. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности в нашем городе. Меня спрашивали, зачем мы разрешили проведение подобных акций. Этот вопрос лучше переадресовать судям, которые четко заявили, что люди имеют право собираться, независимо от взглядов. Самое худшее опасение — стычки между демонстрантами из так называемых разных лагерей. Полиция обещает предотвратить любые столкновения. Все ближайшие улицы перекроют, чтобы не допустить сценария подобного Шарлотсвиллю, когда ультраправый радикал на машине протаранил толпу демонстрантов, которые собрались на контр-протест. В Бостоне тоже запланированы две демонстрации. Правые выйдут на марш свободы слова. Обещают явиться и несколько организаций, выступающих за расовое равенство. Мы будем следить за акциями с обеих сторон. Кроме того, будет патрулирование на прилегающих улицах во избежание каких-либо провокаций. Следить за порядком будут около 500 полицейских. Спецслужбы отправят своих сотрудников дежурить в штатском. Кроме того, организуют патрулирование в наиболее людных местах по всему городу. Мы не хотим, чтобы подобный инцидент, как в штате Вирджиния на прошлой неделе, повторился у нас. И если кто-либо жаждет неприятностей и придет в Бостон со злыми намерениями, лучше не делайте этого. В социальных сетях около сотни пользователей изъявили желание присоединиться к маршу свободы слова. А на контр-акцию зарегистрировались до 10 тысяч. На прошлой неделе в городе Шарлоттсвиль в штате Вирджиния ультраправые выступили против сноса памятников генералом армии Южан, времен гражданской войны в США. Их факельное шествие встретили оппоненты. В результате стычек погибла одна женщина. Еще около 20 человек получили ранения. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. И браслет, и запрет. Нардеп Борислав Розенблат еще два месяца будет носить электронное средство слежения и не сможет покидать Киев и Житомир без разрешения следователя. Такое решение принял Соломинский райсуд столицы. Прокуроры настаивали, что депутат может выехать из Украины, поскольку у него есть имущество и вид на жительство в Германии. Политик утверждал, что никуда бежать не собирается. Напомню, Розенблат это фигурант громкого янтарного дела о взятках. Месяц назад суд избрал его меру пресечения в виде залога в 7 миллионов гривен с обязательным ношением электронного браслета и сдачей загранпаспортов. Троих чиновников Украины Залезницы суд накануне отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца. Об этом сообщают в антикоррупционной прокуратуре. Бывшего замглавы ведомства и двух действующих руководителей подразделений подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, будучи членами тарифной комиссии, они предоставили льготный тариф на грузовые перевозки некоторым экспедиторским организациям. Убытки от такой щедрости более 10 миллионов долларов. Сейчас прокуратура готовит ходатайство об отстранении чиновников от должности. Экс-премьер Арсений Яценюк приобрел права на телеканал «Эспрессо» за день до начала протестов на Майдане. Это информация от журналистов страны Юэй. В декларации за прошлый год Яценюк указал опцион на покупку корпоративных прав за небольшую для медиарынка сумму почти 3 миллиона 800 тысяч гривен. Купил акции компании у жены нардепа Николая Книжицкого Ларисы. Интересна дата договора. 20 ноября 2013 года. То есть за день до начала Евромайдана. И за 4 дня до запуска самого «Эспрессо». Приобрел долю телеканала и глава МВД Арсеноваков. Правда, через супругу. Заплатил свыше 5 миллионов гривен. Договор был заключен через год. В 2014. Таким образом, владельцами медиаресурса с недавних пор стали три члена Народного фронта. Книжицкий оформил 30% на супругу. Аваков 40% акций тоже на свою жену. А вот Яценюк 30% записал на себя. В Харьковской области на взятки попался начальник следственного отдела полиции. Как сообщает пресс-служба ГПУ, задержали полицейского при получении 6 тысяч долларов от родственника подозреваемого. За эти деньги следователь обещал изменить для него статью обвинения. Задержали начальника сразу после получения денег. Сейчас в прокуратуре выясняют все обстоятельства этого дела. Если вину полицейского докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Под Черкассами сельсовет Свидевок отдал под застройку Сосновый лес. Его территория вплотную прилегает к микрорайону города и долгие годы служила для местных жителей зоной отдыха. Но неожиданно там появился собственник, который принялся сносить детскую площадку и готовить участок под строительство дома. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Эту небольшую детскую площадку на окраине Соснового леса три года назад установили жители окрестных домов микрорайона Дохновка. Люди самостоятельно расчистили территорию, создали для себя зону отдыха. Но, похоже, играть детям здесь уже не придется. Год назад неожиданно объявился хозяин земли. Все кочери были убраны на кучу скиданных. Оказалось, объявился власник. Он купил этот участок от Свидевка. Как оказалось, эта территория не принадлежит Черкассам. Сотрудник городского управления архитектуры показывает карту, согласно которой в 2008 году сельсовет соседнего поселка Свидовок отвел себе этот земельный участок, даже не согласовав с городом. Хотя обязан был это сделать. Участок входил в генплан развития Черкасс как зона рекреации. Позиция мэрии города Черкасса сейчас не будет выделять земельные участки зеленых насадков. Свидевская сельсовет выгодила, потому что массивы на меже с микрорайонами Дохновка были приватизированы гражданам. Свидевской сельсовет стал чемпионом по выделению земли под застройку. К берегу Днепра тут уже не подступиться. Везде фешенебельные коттеджи и, похоже, что на очереди окрестные леса. Правда, на карте в холле сельсовета участок на границе с Черкассами значится как пешеходная зона с зелеными насаждениями. Нынешнюю главу села Светлану Вовк больше года назад прокуратура подозревала в получении взятки за выделение земли. Но чиновница до сих пор остается на своей должности. Несмотря на рабочий день, на месте застать ее не удалось. Да и ее подчиненные не горят желанием общаться с прессой. Жители Дахновки возмущены. Люди уверены, сельсовет Световка забрал у них лес незаконно и не без помощи тогдашних властей. Местные жители уже обратились с заявлением в прокуратуру. Но там лишь разводят руками. Дескать, землю застройщикам выделили на законных основаниях. Да и леса на этом участке никакого нет. Дубы и сосны на балансе нигде не числятся. Нам говорят райлис, что это не их лес и это не их земляная дельянка. Понимаете? Это не значит, что это не лес? Где по факту, так, тут растут дерева. Отвоевать рекреационную зону у жителей Дахновки через суд тоже вряд ли получится. Срок исковой давности по выделению этого участка истек еще в 2011 году. Лина Зеленская, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкасская область. В Киеве обстреляли авто и похитили водителя. Инцидент произошел сегодня ночью на бульваре Перова. По словам свидетелей, неизвестные произвели несколько выстрелов, битами разбили стекла, избили водителя, а затем вместе с потерпевшим скрылись с места происшествия. Мы обратились за комментариями к правоохранителям, но в полиции говорить на камеру отказались. А на сайте сообщили, пострадавший это киевлянин, 1995 года рождения. Его якобы удалось найти, но писать заявление в полицию он отказывается. Конвертационный центр с оборотом в 360 миллионов гривен ликвидировали в Днепре. Об этом сообщил первый зам главы государственной фискальной службы Сергей Билан на своей странице в Фейсбуке. По его словам, следствие установило, что дельцы предоставляли предприятиям из Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей незаконные услуги по обналичиванию денег. Во время обысков правоохранители изъяли 220 тысяч гривен и более трех десятков печати, а также черную бухгалтерию. Кроме этого, на одном из складов обнаружили ящики с сигаретами на 8 миллионов гривен. Социалисты и социал-демократы Кировоградской области объединились. Об этом сегодня в Кропивницком заявил лидер социал-демократической партии Нардеп Сергей Каплин. По его словам, они будут бороться против рейдерского захвата СПУ, организованного Ильей Кивой. А уже 16 сентября будет создан совместный политический блок социалистов и социал-демократов за простых людей, чтобы вместе готовиться к предстоящим выборам. Нам нужно всем объединяться вокруг конкретных вещей. Мир, зарплата, работа, пенсия, нормальный диалог влади и людей. И мы вместе с Садовым, и около 7,5 тысяч активистов по всей стране, это только социалистическая партия Украины, плюс СДП, плюс 6-миллионная армия членов Федерации Проспелок Украины сегодня реально готова класть единственный потужный кулак, единую силу и идти на выборы. Парламент Венесуэлы лишен полномочий. Всю законодательную власть в стране берет на себя новосозданная Конституционная Ассамблея. Эта структура сформирована из сторонников президента Николаса Мадуро. И депутаты-оппозиционеры считают, что с помощью этой ассамблеи президент хочет озурпировать власть. Первое интервью супруги французского президента. Бриджит Макрон рассказала журналистам об отношениях с мужем. Ее комментариев особенно ждали после того, как французы не захотели предоставить ей статус первой леди. О чем поведала, узнаем от Елены Абрамович. Я не чувствую себя первой или последней или леди. Я Бриджит Макрон. Так отреагировала жена французского президента на нежелание граждан предоставить ей официальный статус. Это американская традиция, с пониманием объяснила Бриджит. А во Франции никогда раньше не было первых леди. Как и все, кто был до меня, я возьму на себя общественную роль. Но французский народ будет знать, какие ресурсы в моем распоряжении. Мы опубликуем информацию о моих встречах и обязательствах на веб-сайте президента. Важно то, чтобы люди понимали, чем я занимаюсь. Быть женой президента для нее не стресс. От Эммануэля всегда можно было ждать чего угодно. 20 лет отношений со своим бывшим учеником Макроном Бриджит назвала сплошными сюрпризами. Она была главным корректором его предвыборных обращений и всегда была рядом. Теперь желание сделать ее первой леди ударило по рейтингам Макрона. Французы возмутились, ведь он сам был инициатором запрета депутатам трудоустраивая членов семьи. За сто первых дней правительства поддержка населения упала с более 60% до 37%. Надо подождать, что будет дальше со стороны. Кажется, что все нормально, но внутри страны мы все еще в ожидании. Посмотрим через 100 дней. Они что-то объявляют, потом сами себе противоречат. Думаю, команда Макрона в парламенте не очень профессиональна. Но это не их вина. Они молодые. Что тут поделаешь? Возраст – единственная проблема в отношениях Бриджит и Эммануэля Макрона, пошутила супруга президента. Она старше его на 25 лет. Впрочем, их история намного проще, чем пишут газеты, заметила Бриджит. И платье она носит длиной до колена, а не мини, как трубят СМИ. Как выбирает гардероб, какие отношения с мужем, сведения обо всем этом растянулись на десятки страниц. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Сколько денег потеряет Твиттер, если Дональд Трамп удалит свой аккаунт? И как в США готовятся к великому солнечному затмению? Об этом и не только в нашем обзоре. Дональд Трамп – лучшая реклама для Твиттера. Так считают ведущие американские аналитики. Аккаунт американского президента они оценили в 2 миллиарда долларов. Ровно настолько обеднеет соцсеть, если он вдруг перестанет постить. Твиттер Трамп ведет с 2009 года. У него свыше 36 миллионов подписчиков. Почти все его публикации собирают тысячи ответов и комментариев. Марк Цукерберг на два месяца уходит в декрет. Об этом он написал на своей страничке в Фейсбуке. У Цукерберга вот-вот появится дочь, и первые месяцы ее жизни отец хотел бы провести с малышкой. Создатель Фейсбука уже уходил в декрет в 2015-м, после рождения первой дочери. Кто будет руководить компанией во время его отсутствия, пока не сообщил. В США готовятся к великому американскому затмению. 21 августа Луна напрочь закроет Солнце. Феномен можно будет наблюдать на протяжении полутора часов и только на территории Штатов. Находчивые американцы уже зарабатывают на небесном явлении. В магазинах продают сувениры с символами, а отели в городе Чарльстон приглашают на лекции астрономов и обустраивают смотровые площадки на набережных. Крупнейший в истории наблюдений астероид приближается к Земле. Его диаметр 4,5 километра. В НАСА этому только рады. Чем ближе он подлетит, тем лучше смогут его рассмотреть. Ученые уверяют, столкновения не будет. Объект под названием Флоренс пролетит мимо нашей планеты. Ближе всего к нам он окажется 1 сентября, на расстоянии 7 миллионов километров. Япония вывела на орбиту новый спутник для создания собственной GPS-системы. Ракету-носитель успешно запустили с космодрома Танегасима. Спутник Митибики улучшит сигнал над Японией и сможет предоставить силам безопасности более точные данные в случае аварийных ситуаций. А также станет дополнением к американской системе GPS. 300-метровые надувные горки для бобслея соорудили в Сеуле. Это идея организаторов зимней Олимпиады в Южной Корее. Признаются, так хотят привлечь внимание граждан к зимним видам спорта. Покататься на аттракционах можно бесплатно. В первый же день на водных горках смогли развлечься более 3000 людей. Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском горном городе Пхенчхан. Полеты на точность и слалом. Все это на чемпионате Украины по вертолетному спорту, который впервые провели в Запорожской области. О тех, кто влюблен в небо и в авиацию, наш следующий материал. Такие соревнования в Запорожье впервые. Девять экипажей и семь бригад судей. Главный соперник сегодня, говорят участники, погода. Жара и сильный ветер могут преподнести неожиданные сюрпризы. Потому что вертолет такая штука, что он начинает закручиваться. Или наоборот разворачивается против ветра. Сложно управлять. Первое испытание – полет на точность. Это перемещение контрольного груза на малой высоте по определенным коридорам. Один из лучших в этом упражнении – харьковский летчик Вадим Бовт. В вертолетном спорте он четвертый год. Летчик, который летает на вертолете, он больше летает, так скажем, как птица на руках. Меньше доверен автоматике, как современные самолеты летают, больше в автоматическом режиме. Все экипажи выступают на вертолетах Ми-2. Техника не новая, но надежная. Да и соревноваться на таких аппаратах легче, чем на большом Ми-8, уверяют пилоты. Например, при разводке грузов. Вертолет набирает высоту 7 метров и идет, набирается к обдоровой бочке. Но здесь произошла осечка. Груз в первый раз не пропал. Теряют драгоценные секунды. Все упражнения чемпионата содержат элементы поисково-спасательных работ. Когда попадаем в бочки грузами, это чья-то спасенная жизнь на воде, утопающего или терпящего бедствия человека. Подойти правильно, подать фал, поднять человека. Это все не просто спорт ради спорта. Большинство участников – опытные летчики и мастера спорта международного класса. А вот молодежи, признаются, не хватает. Романтики нынче в дефиците. Сейчас, мне кажется, больше престижно сидеть в кабинетах, получать большие деньги. Выйти, вытащить человека, начиная летать с 5 часов утра, в другой раз и не хочется. А любовь здесь у нас авиация. Любимая, дорогая наша авиация. Завтра экипажи будут соревноваться в слалами. А уже в следующем году такой чемпионат организаторы обещают провести в Киеве. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Запорожье. Благотворительный тур украинской группы «Мандры» сегодня стартовал из прифронтовой Авдеевки. Музыканты приурочили его ко дню независимости Украины и 20-летию самой группы. В маршруте 6 городов на востоке, которые находятся практически на линии разграничения. Заключительные концерты пройдут в Мариуполе 24 августа. Поддержать инициативу исполнителей приехали нардепы во главе с вице-спикером Ириной Герашенко. Они проинспектировали также, как в Авдеевке готовятся к новому учебному году. И обеспечены ли школьные библиотеки украинской литературы. Биографии людей, которые сделали величезный внесок в историю людства, но они имеют украинские корни. Мы решили, что будет правильно начать его с мест, где самое тяжелое в Украине и самое горячее. Очень важно как раз почувствовать, что мы вместе, что мы один народ и что мы не байдужи один к одному. Это все новости на сегодня. Хорошего вам субботнего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова